Приветствую вас. Первый вопрос, который я бы хотел вам задать, это для чего вам дети? Вот именно вам дети. Зачем? Именно вам. Для чего они? У меня складывается такое впечатление, что дети для вас имеют некоторое особенное значение. У меня складывается такое впечатление, что дети вам для чего-то очень сильно нужны. И у меня складывается такое впечатление, что через эти дети для вас имеют особое значение. Я не вижу ничего плохого, вот конкретно в том, что дети для вас имеют особое значение, но мне кажется, мне представляется важным, наверное, все-таки определиться с этим моментом, потому что у вас это уже не первый ребенок, и не второй, и даже не третий. Мне кажется, что желательно определиться с тем, какое значение для вас имеют дети. Это первое. Второе. Что делать, если муж устал от детей? Окей. Наталья, что делать, чтобы что? То есть, я вот не буду сейчас говорить о прошлых ваших, значит, вопросах, да? Я просто хочу вас спросить вот прямо здесь и сейчас. Что делать, что делать, чтобы что? Что вы хотите делать? То есть, какие у вас, условно говоря, ну, варианты есть решения, например, ситуации? Ну, что вы хотите для себя? То есть, мужчин стал от детей, это, в общем-то, его состояние. Это его такая вот позиция. Она связана и с возрастом мужчины, она связана и с его, наверное, неким отношением к жизни, к жизни и так далее. То есть, у мужа есть, ну, некоторые основания, я так полагаю, да? Не хотеть детей. Ну, тут возникает вопрос. Возникает вопрос. Что делать, чтобы что? Чтобы он, например, снова захотел детей? Если так, то это одно. Если вы хотите, чтобы он снова захотел детей. Если сделать так, чтобы он, ну, допустим, не знаю, не уставал от детей, то это, наверное, еще один вариант, еще один пунктик, который можно раскрыть. Но, понимаете, вы здесь берете ответственность за своего мужа. То есть, вы как будто бы не отдаете себе отсчет в том, что это он устал от детей, а не вы. И что, если он устал, то ему этот вопрос, ему нужно решать самому, не вам. Понимаете? Другое дело, если вы как-то вот приложили руку к тому, что он устал от детей, то в таком случае, ну, в таком случае, да. В таком случае, что-то изменить вы, конечно же, можете. И, наверное, даже должны, если у вас есть чувства к человеку. Говорить, что не хочет больше детей, не может больше не потянет. Ну, здесь, опять же, все вполне, вполне нормально, потому что человек объективно может устать от детей. И, кроме того, определенное количество детей может существенно влиять и на бюджет, и на обязанности человека, и на ответственность. Вот. А, соответственно, настроение бывает разное у людей, тем более у мужчины, которому 50 лет, и, соответственно, он действительно может устать. От детей, потому что страшно, но все-таки дети требуют, требуют, требуют внимания к себе, дети требуют определенных действий, определенные модели поведения. Вот. И, мне кажется, что, ну, мужчина объективно, конечно, может устать, там, с 50 лет не так просто, допустим, взаимодействовать с активными, маленькими, с умными людьми, да. Вот. Вот. Никуда от них не деться, постоянно быть с ним привязанным, и так далее. А, дальше, значит, не потянет. Ну, не потянет, тут надо разбираться, как именно не потянет. Ему 50, мне 30. Смотрите, Наталья, ваша разница в возрасте составляет 20 лет. С точки зрения психологии, такая разница в возрасте является возможным источником проблем ваших. То есть, с точки зрения психологии, здесь могут быть скрыты ваши, ну, проблемы. То есть, с точки зрения психологии, вы можете в этом мужчине видеть отца своего, например. Повторюсь, например, что его отца вы можете видеть. Вы можете чувствовать себя с ним, с мужем, я имею ввиду, ребёнком. Вот. И вам, соответственно, может хотеться детей, вот снова и снова и снова хотеться детей, потому что они позволяют вам чувствовать себя. определённым образом. Чувствовать себя как-то определённым образом. Я понимаю, что здесь, возможно, нужно смотреть на то, как у вас выстраивались отношения с мужчиной, с вашим мужем. Вот. Потому что, может быть, это даст, ну, даст больше, больше понимания того, что между вами всё-таки происходит. Вот. Но, в контексте того, что у вас с мужем большая равна, то можно говорить о том, что дети для вас имеют значение, значит, в удержании той позиции, в удержании того состояния, в котором вы пребываете, находясь вместе со своим мужем. Вот. Например, дети позволяют вам быть в декрете. Например, дети позволяют вам не брать ответственность за свою жизнь. Ну, есть ещё много-много достаточно разных вариантов. У нас трое детей. Шесть-четыре с половиной и два года. У него есть ещё дети от предыдущих браков. Четверо. Ну, смотрите. Во-первых, я не совсем понимаю, зачем вы здесь привели возраст детей. То есть, шесть-четыре с половиной и два года. Зачем? Во-вторых, вы пишите, что у него есть ещё четверо детей от предыдущих браков. Я хочу вам сказать следующее. Если человек имеет предыдущий брак, да, и эти браки, соответственно, ну, не однократно распадались. То это может вполне иметь место быть, тогда вполне может иметь место быть. Ну, в общем, в общем, некое сценарное поведение. То есть, мы говорим здесь о том, что мужчина выстраивает отношения так, что они потом приводят к разрыву. К разрыву брака, ну, к распаду брака. И мне кажется, что это тоже подлежит в некоторой степени анализу. Потому что, ну, если так происходит, если так случается, что мужчина имеет несколько браков, да, и... Эти браки можно назвать неудачными. У этого есть основания. Кроме того, вы говорите, что у него от предыдущих браков четверо детей. Как он относится в таком случае к появлению еще детей? Насколько консолидированным было рождение ваших троих детей? Да? Вот именно такой момент, мне кажется, очень важно раскрыть. То есть, у него четверо своих детей, плюс еще ваши совместные дети. И, соответственно, он тут не может ни возникнуть вопроса, как мужчина взаимодействует, там, допустим, ну, допустим, с теми же своими детьми. Ну, просто со своими детьми, как он не надеется. Дальше. Ммм... Я опять беременна, я не хочу аборта, я хочу как-то иначе, но не знаю как. А, что значит вы беременна? То есть, тут вот вам, мои коллеги, в принципе, уже сказали, что, ну, ваша беременность, она же была в какой-то степени сознащена. То есть, я не думаю, что вы забеременели случайно. Я думаю, что у вашей беременности есть причины. Я думаю, что вы забеременели абсолютно и совершенно, как бы, ну, сознательно. Вот. Вопрос в том, почему? Почему вы беременна? Как так выяснили? Я не хочу аборт. Почему вы должны делать аборт? Я хочу как-то иначе. Как? Ну, не знаю как. Здесь у меня есть подозрение, что вы играете в психологическую игру. Да, но. Вы читаете в интернете. Как исправить нашу жизнь без аборта? Наталья, мне кажется, вы здесь совершаете некоторую ошибку. Я ставлю вопрос таким образом. То, что муж устал от детей, никак не означает того факта, что вашу жизнь обязательно нужно исправлять. Аборт не исправит вашу жизнь. Если в ней, я имею ввиду, ну, вот, в вашей жизни есть проблемы, какие-то проблемы. Аборт не исправит вашу жизнь. Другое дело, если в ваших отношениях есть сложности. Другое дело, если в ваших отношениях есть трудности помимо детей. Вот в таком случае исправить вашу жизнь можно. Как? Путем вашего консультирования с психологом и работы с психологом и обретения более цельной личности в вас. И путем, путем консультирования вашего мужа. Возможно, вас обою. Возможно, вас обою. Но еще раз. Аборт не исправит, абортом не исправит ничего. Это первое. Второе. Ваша жизнь от детей не зависит. То есть, ваша жизнь никак не зависит от детей. Есть дети, которые в некоторой степени отдельные люди от вас. Есть вы? Знаете, какая штука? И вот здесь, и вот здесь, опять-таки, у меня возникает вот это вот, скажем так, ну, скажем так, подозрение. У меня возникает подозрение, что дети для вас имеют слишком сильное значение, слишком важное значение. И сами по себе, сами по себе, вы вот как-то, ну, на мой взгляд, не дооцениваете свою важность и свою ценность. Дальше. Как исправить нашу жизнь без аборт? Так, а, вот, очень мало информации здесь выдается. Я боюсь бить мужа. Почему? Не хочу быть одной. Почему, Наталья? Понимаете, если вы боитесь одиночества, то это ваша личностная проблема. И вашу личностную проблему нужно решать, потому что, если вы боитесь бить мужа, что и не хотите быть одна, что вы зависимы. Вы зависимы от мужа своего. И это, в общем-то, вряд ли делает вас свободнее. Если, ну, если, вот, мы говорим о нашей красоте сейчас. Поэтому я понимаю, что вы можете бояться. Я понимаю, что вы можете бояться. Я понимаю, что вы можете бояться одиночества. И, значит, быть без мужа. Но, тем не менее, именно с этим нужно работать. Потому что, рождая детей, вы, так или иначе, рискуете остаться одна. Всегда. И не полагаться в этом смысле на себя. А, безусловно, полагаться на человека, который рядом с вами. При этом он значительно старше вас. Он может заболеть. Он может перестать работать. Не может что-то случиться. Он, на мой взгляд, является крайне неосмотрительным, наивным. Одной из детьми и хочу, чтобы он не страдал. А вот здесь, вот здесь, в некоторой степени, также проявляется ваша, ну, я бы сказал, жертвенная позиция. Потому что, понимаете, нужно делать выбор. Иногда нужно делать выбор. Какой выбор? Что кто-то, кто-то будет страдать. Кто-то будет страдать. Либо будете страдать вы. Либо будет страдать ваш муж. Но, по-другому, не получится. Не бывает такого, чтобы все были довольны. У вашего мужа есть такая, достаточно четкая позиция, что он не хочет больше детей. И это, на мой взгляд, его абсолютное право. Не хотеть больше детей. Но у вас есть ваше желание. И взятие на себя ответственности за них, за свои желания, является важным шагом. Я говорил, пусть идет ребенок, который во мне будет последним, но у мужа один ответ. Нет, последний, вот он, наш младший. Ну, соответственно, смотрите, здесь, здесь... Ам... Здесь эм... Позиция вашего мужа, она в целом ясна. Да? Так вот, человек не хочет больше детей. Вам нужно сесть и поговорить, что хотите вы, Наталья, и что хочет ваш муж. Да? Ну вот так в каком, можно сказать, немножечко даже глобальном смысле слова. И можете ли вы это друг другу дать, и если можете, да, то в каком, допустим, контексте, в каком разрезе. Это важно, потому что только так можно к чему-то прийти. Вот пока что я вижу у вас жертвенную позицию, достаточно сильно жертвенную позицию. Вот. Мне не кажется, что эта позиция корректна. Мне не кажется, что эта позиция является зрелой. Особенно с детьми того, что, ну, что вы мама уже. И мне так не кажется. Поэтому, решать вам, для начала определиться с целью. То есть, вы говорите, что, вот, что, хотите, чтобы этот ребенок был последним. Какое значение для вас имеют дети? Нужно для начала определить этот номер. Какое для вас имеет значение дети? На мой взгляд, это очень важно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. В целом, мне кажется, что корень проблемы находится в отсутствии у вас общего языка. И, соответственно, помочь вам в том, чтобы, может быть, этот общий язык найти, мы в силах. Мы в силах вам помочь. Но только в том случае, если вы сами готовы реально работать, реально брать на себя ответственность за то, например, что сейчас с вами происходит. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Отлично.